Сама я со Жлобина, и там я училась в двух школах. Изначально я училась в средней школе номер 13, но с 6 класса училась в гимназии номер 1 города Жлобина. В 10 классе я поступила в лицей Бугу, и там я провела свои последние два года учебы. Лицей Бугу это вообще такое замечательное место, здесь каждый учитель, он живет своей профессией, он просто хочет помочь, горит желанием помочь своим ученикам, и любой учитель для меня вот просто заменял маму. То есть можно посоветоваться не только там у учителя математики по математике, но также какие-то вопросы личной жизни, какие-то проблемы свои рассказать, они всегда помогут, то есть проконсультируют абсолютно по любому предмету, не только связанному вот с их непосредственной профессиональной деятельностью. С самого раннего детства мне всегда нравилась учеба, меня как-то так просто, любовь вот к этому к учебе, ко всему, к новому привили родители еще с детства, и поэтому я стремилась всегда, мне было интересно узнавать что-то новое, получать хорошие оценки. Ну, это такое и для себя как бы радость, и для родителей приятно, что вот такая дочка умница растет у них. У меня были все десятки в аттестате, 100 баллов. И вот с самого первого класса, с начала учебы я всегда была отличницей, не пропустила ни одного года, чтобы с восьмеркой закончить. К централизованному тестированию начала готовиться еще в девятом классе, но самый такой усиленный год подготовки, это был, конечно же, одиннадцатый класс. Если говорить про предметы, про языки, то русский или белорусский, я выбрала белорусский, потому что он мне еще с девятого класса давался легче, и я начала заниматься факультативно еще в девятом классе, вот. Плюс, если по белорусскому у меня была всегда стабильная десятка, то по русскому была больше девятка, и поэтому, ну, меня это немножко вот отталкивало тоже, поэтому я выбрала белорусский. Ну, а общество ведения, английский, это был мой профиль, поэтому, соответственно, я эти предметы тоже готовила. Общество ведения я не сдавала, поскольку у меня был диплом на республиканской олимпиаде. Который дает 100 баллов. К концу года, вот, одиннадцатого класса, я понимала, что белорусские тесты я уже щелкаю как орешки практически, мне это легко дается, и тест занимал в среднем минут 17-20, то есть это очень маленький промежуток времени, я решала практически всегда без ошибок, то есть я понимала, что белорусский сотка реально. По английскому у меня была немножко иная ситуация, все тесты, которые я решала, репетиционные тестирования, тестирование ЦТ прошлых лет, я никогда не решала безупречно, всегда была хоть одна маленькая ошибочка, но она была, это меня немножко огорчало, но, тем не менее, я стремилась к своей цели, я хотела набрать эту сотку, и, может, даже не столько для себя, сколько мне хотела порадовать учительницу, потому что она говорила, что сколько лет она проработала в лицее, у нее еще ни разу дети не набирали 100 баллов, и мне вот просто хотелось так от души, знаете, отблагодарить ее, и вот это как маленькая благодарность ей за ее старания, за ее труды. Ну, на самом деле, что на белорусском, что на английском языке, у меня были пару моментов, в которых я сомневалась. Я их запомнила для себя, потом сразу, когда вышла, позвонила сразу учителю, спросила так вот это, вот это, мне сказали, что мы бы тоже так выбрали, вроде бы все правильно, у меня уже, знаете, как камень на душе отлегло просто, вот, и, ну, как бы я понимала, что, да, значит, 100 — это реально может быть такой результат. Про первые 100 баллов я узнала через личный кабинет на сайте Рикс, конечно, я была рада, в то время я была не в Жлобине, а в Гомеле, я гостила у бабушки, вот, сразу же обзвонила всех своих родителей, родственников, учительница позвонила, ну, она, опять же, поздравила меня, сказала, ну, Настя, я в тебе не сомневалась, я знала, что ты ниже просто не можешь написать, вот. Вот, ну, это был не конец, мне нужно было еще дождаться английского, за который я переживала больше, чем за белорусский, вот, но когда же я узнала результаты английского языка, то это было все, это просто такой восторг, я думала, что я выпрыгну из этого кресла автобусного, где я ехала с мамой, вот, играть в пейнтбол. Когда я поняла, что я набрала 400 баллов, эмоции просто переплескивали, выплескивались из меня, я была безумно счастлива, сразу позвонила своим родителям, каким-то ближайшим друзьям, родственникам, учителям, конечно же, все были очень счастливы, все сразу стали поздравлять меня, и вот по сей день мне приходит смс-сообщение, что, Настя, мы тебя поздравляем, ты большая умничка, вот, и теперь стали меня показывать по телевизору, и еще больше людей стало звонить, уже звонят и на мамин телефон, поздравляют ее, вот. Мама всегда говорила, что я способный ребенок, и она в меня верила, и она во мне не сомневалась, ну, конечно, может, она так говорила, чтобы меня утешить, чтобы я не так нервничала, может, за эти результаты, потому что все равно, когда ты уже вышел с централизованного тестирования, ты уже ничего не можешь поменять, все, уже как заполнил бланк, так он и есть, вот. Но они все сказали, что в меня верили и не сомневались в моих силах. Ну, если говорить про университет, то БГУ — это в Республике Беларусь, и, в принципе, занимает достаточно высокое место вот в рейтинге, поэтому я сразу определилась, что хочу именно сюда. А факультет международных отношений, ну, меня давно привлекал он, потому что, ну, довольно-таки интересные специальности здесь, высокий проходной бал, что свидетельствует о том, что здесь не самые глупые дети будут учиться, с которыми интересно будет общаться, много общих тем будет для обсуждения, вот. Поэтому я выбрала именно этот факультет. Долго на самом деле колебалась между международными отношениями и международным правом, но все-таки выбрала международные отношения. Мне показалось, что мне это ближе, и причем в будущем я хочу стать дипломатом, а международные отношения больше подходят под эту профессию.